Две самые главные ошибки женщин, которые разрушают отношения. Не делай этого никогда, если вы хотите, чтобы ваши отношения были по-настоящему гармоничными, счастливыми, успешными продолжителями, которых вам с вашим мужчиной было бы хорошо. Приветствую. Меня зовут Павел Кольц. Я тренер, коуч-психолог. Уже более 20 лет я помогаю женщинам найти идеального партнера и вступить с этим мужчиной в такие отношения, в которых женщина становится счастливой на года и десятилетия. Что происходит, если женщина совершает вот те ошибки, про которые мы будем сегодня говорить? Отношения становятся плохие, мужчина ложится на диван, ничего не делает, он не зарабатывает денег, он только на вас наезжает, не помогает по дому, не помогает по хозяйству, только орёт или ругается, игнорирует ваши потребности, не даёт денег и вообще занимается только собой, а отнюдь не вашей жизнью. Чтобы понять, имеет ли смысл вам смотреть это видео дальше, оцените, пожалуйста, по шкале от 1 до 10, где 1 – это минимум, а десятка – это максимум, насколько вы счастливы в ваших отношениях. Если вы счастливы меньше, чем на 10 или меньше, чем на 9 баллов, ну ладно, 8-9-10 баллов пойдёт, но если вы счастливы в отношениях с вашим мужчиной на 7 баллов или меньше, обязательно посмотрите это видео до конца. Потому что здесь мы разберём в этом видео две самые главных ошибки, которые совершают женщины в отношениях, которые приводят к тому, что мужчина ложится на диван и, собственно, ничего не делает. Если вам эта тема более интересна, я скоро буду проводить онлайн-марафон «Создай свое женское счастье легко», как раз для женщин. Как раз про то, как создать счастливые, гармоничные, классные отношения, в которых именно вам с вашим мужчиной будет по-настоящему классно. Если вам эта тема интересна, регистрируйтесь, пожалуйста, по ссылочке под этим видео, потому что в этом видео у нас будет такая очень короткая, вводная, очень короткие мы разберём ошибки. На этом марафоне, там где ссылочка, мы разберём гораздо более подробно, чтобы вы полностью погрузились в тему, полностью погрузились в этот материал. могли понять, что и как вам сделать, чтобы вы в ваших отношениях могли быть на самом деле счастливыми. Итак, первая, самая главная ошибка, которую совершает женщина, это жить в состоянии жертвы. Я пожертвую собой во имя отношений, во имя детей, во имя мужа, чтобы муж, мама, бабушка были счастливы, а мои желания, они не важны. Самое главное – счастье детей, самое главное – благополучие мужа, а мне ничего не надо. К чему это приводит? Чем больше вы собой жертвуете, тем больше у вас накапливается претензий к мужчине, который вашу жертву не ценит. В итоге, через какое-то время, вы мужчине начинаете мстить. Собственно, там, где месть, там, собственно, любви уже места нет. Потому что жертва – это когда вы себя сперва принижаете, когда вы, я бедненько, несчастный, я всё собой пожертвую, чтобы, а потом, собственно, когда вы из позиции жертвы переходите в позицию критика, ругателя, обвинителя, агрессора, говорит, ты почему не ценишь то, что я делаю, ты почему мне не говоришь комплименты, ты почему здесь мне не сидишь? Как вы думаете, как отреагирует мужчина на такие ваши слова? Когда мужчину вызывают на бой, он сразу хочет драться. И начинает, собственно, от этого, где словесно, где там уже и физические баталии с другоприкладством, с другом и так далее. Если вы хотите, чтобы ваши отношения были счастливыми, никогда не жертвуйте собой. Потому что чем больше вы собой жертвуете, да, я ему всё отдала, я сделал всё для него, всё, тем мужчина сильнее борзеет, и тем меньше счастья будет в ваших отношениях. Потому что мужчина будет тираном и деспотом, а вы страдалицы, которые упиваются своими мучениями. Ну, то есть упиваться мучениями, конечно, можно. Только счастья в таких отношениях не бывает никогда. Вы можете убирать либо страдания и мучения, либо нормальное полноценное счастье. Потому что счастье возможно тогда, когда вы с мужчиной находитесь на равных. Никогда вы выше, никогда он выше. А брак, семья – это отношения равных. Только в таких отношениях, на самом деле, возможны продолжительные, долгосрочные счастливые отношения. Собственно, быть в позиции жертв – это первая самая большая ошибка. Более подробно про эту ошибку буду говорить на моём марафоне. Пожалуйста, регистрирусь по ссылочке под этим видео на этот марафон. И вторая самая большая, самая чередовичная ошибка – это то, кем вы являетесь для своего мужчины. Может быть, вы живёте вместе, может быть, вы уже расписаны, вы муж и жена. Кем вы являетесь для своего мужа – мамой или женой? Кто вы для него – мамочка или жена? Вот ответьте себе, пожалуйста, на этот вопрос. А сейчас мы с вами более подробно разбьём, как можно понять, кем вы являетесь в отношениях. Чем хороша роль мамы? Роль мамы – это великолепная роль для общения с детьми. Но когда вы начинаете роль мамы тащить в отношения с мужчиной, вы начинаете своими руками разрушать и уничтожать отношения. Почему? Потому что если вы мама, то мужчина рядом с вами автоматически становится ребёнком. Если вы берёте роль мамы, мужчина становится ребёнком, а ребёнок, первое, деньги не зарабатывает, и второе, ребёнок с мамой сексом не занимается. И в итоге вы из лучших побуждений вы кастрируете своего мужчину, и он из добытчика, из успешного мужчины становится диванным ленивцем, компьютерным игроком, который поросли на диване, и отвечаете за это вы. Каким образом? Собственно, я вам сейчас расскажу. Для того, чтобы вы никогда, ни при каких условиях, с мужчиной своим не были мамой. Ещё разок. Счастливые гармоничные отношения – это союз равных. Союз равных людей, которые друг друга уважают. Как только один начинает сбираться выше, другой начинает просаживаться, и в этот момент счастье из отношения начинает уходить. Потому что там, где один страдал, а лиц – это другой жертва, то счастья не бывает никогда. Итак, как понять, что вы играете роль мамы? Первое. Любить по-матерински – это превосходство. И это вполне нормально. Потому что мама, если вы мама, ну, вы старше ребёнка минимум на 16 лет, может быть, на 18, может быть, на 20, у вас опыта сильно больше, и вы можете ребёнку сказать, так делать надо, так делать не надо, потому что ребёнок, он, в общем, не понимает, у него ещё нет своего собственного опыта. Но когда вы из позиции мамы начали говорить, так, короче, вот это одевать, вот это не одевать, вот это пить, вот эту машину покупать, вот эту машину не покупать, вот так бизнес нужно вести, вы, когда становитесь мамой по отношению к своему мужчине, вы его кастрируете, вы уничтожаете всю его мужественность. Ну, одно дело, если там, не знаю, советуйте, в общем, вы лучше разбирайтесь, как варить борщи, как там, вытирать попу ребёнка, к мужчину, как ему одеваться и как ему вести бизнес, хотя вы в этом, может быть, там не разбираетесь, там бизнес, когда они сами не делали, вы лишаете мужчину самого главного, право на ошибку. Как только вы лишаете мужчину право на ошибку, он превращается в диванного ленивца. Он лежит на диване, играет в компьютерные игры, пьёт пиво, никак по дому не помогает. Разрешите мужчине самому совершать свои ошибки. Именно через совершение ошибок мужчина становится мужчиной. Потому что любить по-женски, быть в роли женщины, это относиться на равных, понимать, да, он может ошибиться, но я не буду за это говорить, ты почему такой дебил, почему ты опять, я же тебе говорил, что нужно было делать по-другому. Это, собственно, первое. Любовь по-матерински, это превосходство. Я лучше знаю. Любовь за роли жены, я тебе доверяю. Я верю, что ты справишься. Второе. Как понять, что вы находитесь в роли мамы? Это постоянный контроль. Для детей, когда вы в роли мамы, это нормально, потому что, как сказала одна женщина, роль мамы в возрасте до трёх лет, это предотвратить самоубийство ребёнка самыми изощрёнными способами, потому что ребёнок, он этого мира не знает, он может там напортачить, наделать кучу труб, и за детьми нужен контроль. Но там лет до трёх, до четырёх, потом контроль нужно постепенно отпускать. Но когда вы начинаете применять контроль к мужчине, так, где ты был, куда ты ходил, куда ты потратил деньги, почему ты мне сразу не позвонил, где ты находился сталькит из сталькита, когда вы, то есть, как только вы начинаете жёстко контролировать мужчину, вы опять залазите в роль мамы, а мужчина автоматически опять падает в роль ребёнка, и опять диванный ленивец, которому секса не хочется, которому денег не хочется, которому мченик хранить хочется, который ждёт, а мама, накорми. Любить по-женски Это отношения равных Это доверять вашему мужчине И верить, что он будет делать все лучшее для ваших отношений А если вы не верите, что мужчина будет делать все лучшее для ваших отношений Нахера в отношениях с этим мужчиной И выходите, ищите другого мужчину Которому вы сможете доверять С которому будет на самом деле хорошо Третье Любовь по-матерински Это категоричность И для ребенка, когда ему некуда объяснять когда он там бежит прям вот сломя голову под колеса за мячиком и говорит, так, стой, замри, хватайте там за шарфик, чтобы он там не сиганул под колеса, чтобы его машина не развел, это нормально. Потому что если мама будет пытаться ребенку подробно рассказать, когда он пытается там, не знаю, воткнуть себе нож в руку или воткнуть спицу в розетку, его нужно сперва отхватить, не дать себя убить, и только потом, собственно, объяснить, дорогой, что, собственно, так поступать это неразумно. Но вначале это жестко категорично, жестко выставление границы. И для матери, еще раз, это нормально. Это помогает, предотвращает то, что дети не убили себя. Но когда женщина ведет к мужчине так, у нас будет только так, только такая кухня, ты будешь одеваться только вот это, ты будешь жрать только вот это, сейчас у нас будет только вот такой, будем отдыхать только вот так, что вы делаете? Вы опять залазите в рулю мамы, опять лишаете мужчину права на решение, а как только вы лишаете мужчину права на то, чтобы он принимал решение, вы этим самым убиваете полностью мужественность мужчины. И, собственно, на этом счастливые ваши отношения заканчиваются. Четвертое. Любить по-матерински. Это чувство жалости. Когда ребеночек упал, ушибся, рассадился, заноза. Очень часто женщины из рули мамы, «Ой, ты мой маленький, ты мой питник, иди сюда, я тебя поцелую, я тебя пожилую». Ну, чувство жалости, на мой взгляд, это вообще самое вредное, самое отвратительное чувство, потому что чувство жалости уничтожает. Любить имеет смысл, заботиться имеет смысл. Жалеть нельзя никогда никого, потому что жалость порождает паразитов. Но если там из роли матери по отношению к ребенку, ну, возможно, иногда это нормально, но когда вы из роли матери пытаетесь к мужчине проявлять жалость, ну, и сюда же, потакание слабостям. Ну, да маленький ребеночек, да, ему не хочется мыть посуду, да, ему не хочется делать уроки, да, он хочется пойти погулять, ну, ладно, ну, пускай он пойдет погулять, он же еще маленький, ему же надо повеселиться и разное прочее. Собственно, вот это вот жалость и потакание слабостям, еще разок, в материнской роли это иногда нормально. Но когда вы то же самое, как женщина, пытаясь проявлять к своему мужчине, ой, ты мой маленький, ну да, у тебя похмелье, у тебя нет настроения, ты еще себя не нашел, да, конечно, продолжай искать то, что ты вчера пришел и наблевал в прихожей, ну хорошо, я умру, я понимаю, что тебя уже 14 лет назад выгнали с работы, и у тебя глубокая психологическая травма, что не может... В жопу таких мужчин. Я понимаю, что могут быть разные ситуации, что там все эти последние события в стране и в мире, что там многие предприятия закрываются или какие-то сокращают штаты, но если мужчина сидит у вас на шее больше, чем год, и все никак не может найти работу, он все сам себя ищет, он никак не может найти... Задача мужчины быть добытчиком. Задача мужчины приносить мамонта в дом. Если мужчина с этой функцией не справляется, нахрена он такой мужчина? Чтобы он так вот лежал на диване, чтобы быть... Чтобы быть замужем, чтобы бабушку подъезда не осуждали, чтобы тезочке сказали, да, она замужем, она хорошая девушка. Нахрена он такой мужчина, который не умеет зарабатывать деньги? А, собственно, вот это вот выкастрирует своего мужчину, как только вы начинаете жалеть. Ну да, у тебя трудный жизненный период. Ну так и быть, я тебя буду содержать на свою зарплату, а ты пока занимайся саморазвитием, ты пока разбираешься в себе, ты пока поймешь, что тебе хватит. Ну, собственно, если вы это начинаете делать, вы начинаете совершать ошибку номер один. Вы становитесь жертвой, которая, собственно, спасает мужа, а потом эта жертва начинает мужа кратиковать, ну почему же ты лежишь на диване, а все. Время шло, потому что на правильное отношение, еще раз, как позиция равных, вместо чувства жалости по токане слабостям, это вера в мужчину. Да, мужчина там жалуется, говорит, я в тебя верю. У тебя все получится, ты сильный, ты справишься, ты победитель. У тебя до сих пор всегда все получалось, и теперь ты тоже справишься. И теперь у тебя будет все хорошо. Я в тебя верю, ты вообще красавчик. И второй – это стандарт. Когда вы мужчине объясняете, ну, дорогой, если ты продукта в дом не приносишь, то ты будешь питаться тем, что найдешь на помойке, извините, вся моя зарплата уходит на оплату коммунальную, на оплату, не знаю, ипотеки, и то, что я добираюсь до работы. Хочешь, чтобы был в доме что пожрать, иди работай, зарабатывай деньги. Я тебя кормить не буду, я тебя обеспечивать не буду, я тебе не буду в клювике приносить еду. Мужчинам обычно это очень не нравится, особенно паразитам, которые привыкли сидеть у женщины на шее. Ну, нафига вам паразит? Потому что чем дольше вы там поддерживаете вот это благодушие состояние мужчины, такой ленивцы, ну да. А знаете, на хрена мне работать? А жена, она там деньги зарабатывает, она еду покупает. Ну, мне тут на пивко иногда хватает, а для чего мне там еще чего-то больше? Вот чем дольше мужчина находится в таком состоянии благодушным, тем сильнее, труднее за это состояние будет выходить. Поэтому, собственно, никакого чувства жалости, никакого потакания. Если ты, в общем, упился, как свинья, и заболевался у прихожего, ну отлично. Никакого тебе, никакого не запива, я тебе не побегу, чтобы ты прочувствовал, что пить это плохо. И свою блевотину будешь тоже убирать сам. Я не буду с тобой подбирать. Ты насрал, ты убирай. Почему? Потому что, ну, я забыла о своем доме, но если ты нагадил, ты убираешь. Собственно, вы должны поддерживать свои стандарты. Что по отношению к вам допустимо, что по отношению к вам недопустимо. Потому что, как только вы начинаете свои стандарты снижать, ну да, он один раз напился, второй раз напился, третий раз напился, потом он начинает пить через день, потом он начинает пить каждый день, потом он начинает на вас орать, потом он начинает на вас поднимать руку. И, собственно, чем ниже вы поднижаете свои стандарты, тем хуже становится ваше отношение. Тем больше в отношениях к вам агрессии, злости, тем больше вы жертва, а там, где жертва, там нет любви, там нет счастья. Там только страдания и мучения. И, собственно, шестое. То, как женщины любят по-матерински. Я сама. Ну, еще раз, пока ребенок маленький, это нормально. Да, я сама тебе завяжу шнурочки, там, не знаю, помою попу, помогу надеть эти гольфики, отведу до школы, заберу из детского садика, и для ребенка это нормально, когда ребенок сам не очень умеет справляться с окружающим миром. Но когда женщина, то же самое по отношению к мужчине, вместо того, чтобы носиться на равных, начиная с позиции мамы, да, я сама заработаю денег, я сама сделаю ремонт, я сама свожу нас куда-нибудь в отпуск, а ты родной, да, ты занимаешься поиском себя, ты, я понимаю, ты не хочешь идти за минимальную ставку, ну что, у тебя гигантский мозг, какой, блин, гигантский мозг, не можешь заработать вообще никаких денег. Правильное отношение, любить по-женски, это делегирование. Когда женщина делегирует мужчине, говорит, я не буду делать все в отношениях. То есть, отношения, счастливые отношения, отношения равных, в которых женщина делает часть своей работы в отношениях, мужчина делает часть своей работы. Но обычно мужчина, мужская часть работы, это тащить мамонта в семью, а женская часть работы, это обеспечивает эту семью, обеспечивает дом, там, уют, комфорт, удобство, там, готовка, стирка, уборка, глажка, Ну, благо сейчас эти мультиварки, скороварки, стиральные машины, микроволновки и сушильные машины снимают там большую часть вопросов. Поэтому, собственно, здесь должно быть четко делегировано. Потому что как только вы берете на себя всю ответственность, вы и стираете, вы и готовите, вы убираете, вы деньги зарабатываете, вы с детьми сидите, вы на участке горбатитесь, ему же ложечки кормите, мужчине не зачем быть мужчиной. Потому что как только вы забираете на себя все обязанности, еще раз, вы автоматически мужчину кастрируете, он становится без яичков, простите меня за мой французский, ему же, ну, он же ребеночек, он же, собственно, инфантильный, инфантил, который, собственно, ничего от жизни не хочет. Поэтому, если вы хотите, чтобы рядом с вами было полное чмо, которое денег не зарабатывает сидит у вас на шее, отлично, вам тогда необходимо проявлять роль мамочки по отношению к своему мужчине. То есть, демонстрировать по отношению к нему превосходство, я лучше знаю контроль, ты куда пошел, категоричность, я лучше знаю, ты вообще, что тут вякаешь, что сейчас, ой, ты бедненький, да, я понимаю, у тебя глубокая психотравма, а потакание слабости, ну, ты, конечно, вчера напился, ну, давай тебе вот еще водочки налить, чтобы тебе было полегче, и я сама ду, да, я, дорогой, я денег заработаю, я и тебя одену, я и тебя обую, и детей обеспечу, главное, чтобы ты был счастлив. Вот, если будете так вести себя по отношению к своему мужчине, я гарантирую, что рядом с вами будет финансовый импотент, который денег не сможет зарабатывать никогда, но потом, собственно, станет и физическим импотентом, который, собственно, сексом обычно не занимается, потому что это самая жестокая месть от мужчины по отношению к женщине. Когда женщина становится мамочкой, мужчина становится ребенком, и он становится финансовым импотентом, и он становится физиологическим импотентом, потому что у мужчины его потенция, его эрекция, его сила проявляют как раз в преодолении препятствий. А для этого женщина должна проявлять равенство к мужчине, доверие к мужчине, гибкость поведения, веру в мужчину, держать свои стандарты, делегировать, говорит, дорогой, ты справишься, у нас все получится. Если вам эта тема интересна, я приглашаю вас зарегистрироваться на мой онлайн-марафон, он будет у нас уже очень скоро, о том, как вы можете создать свое женское счастье легко. Я, к сожалению, тут не могу рассказать все, потому что у нас марафон будет длительный, несколько дней, много часов, где мы все эти ошибки будем разбирать подробно, подробно, подробно. Здесь я даю вам такой очень кратенький конспект, аспекты, чтобы вы могли, собственно, примерить на себя. Так что посмотрите вот из этих вот превосходство, контроль, категоричность, чувство жалости, потакание слабостям и я сама, какие из этих шести аспектов материнской любви вы сейчас проявляете по отношению к своему мужчине. Собственно, если вы будете их проявлять, вы своими руками будете мужчину кастрировать, и своими руками будете отношения разрушать. Хотите ли вы этого? Вряд ли. Если вам интересно разобраться, как можно действовать иначе, что и как можно предпринять, чтобы вы могли создать на самом деле классные, счастливые, гармоничные отношения, где стоят по ссылочке под этим видео, там будем на варафоне очень подробно разбираться. А также в комментариях под этим видео напишите, что вы по этому поводу думаете, в каких аспектах вы себя проявляете в роли мамы. Еще разок, роль мамы это отличная, классная, замечательная, чудесная роль по отношению к детям. И роль мамы это по отношению к детям нужно проявлять. А по отношению к мужчине нужно управлять роль жены равных, которые друг друга любят, которые друг друга ценят, которые друг другу доверяют, которые друг на друга надеются, которые друг другу делегируют важные дела в отношениях, в браке, в семье. Если у вас есть друзья, приятели, знакомые, которым была бы эта интересная тема, какие есть самые жуткие, страшные женские ошибки и как это можно исправить, поделись, пожалуйста, своими друзьями, приятелями, подругами этим видео. Потому что чем больше вокруг вас будет людей, которые счастливы, тем выше будет ваше везение, тем проще и легче будут сбываться ваши желания. Так что чем больше количества людей вы поделитесь, чем больше количества людей в вашем посредственном окружении будет счастливыми, тем проще и легче вам лично будет жить гармонично, более счастливо, более изобильно, богато, успешно и, собственно, назовите, как хотите. Ну, и в завершении этого видео вы можете построить счастливые отношения. Это можно сделать. Этому, к сожалению, не обучают в школе. У нас в школах, вузах обучают брать квадратные корни, география, биология, всему чему угодно, кроме построения счастливых отношений равных, в которых мужчины и женщины на самом деле могли быть счастливыми. А на мой взгляд, это самый важный предмет, которому у нас в школах, вузах не обучают. Если посмотреть, то у нас в России официальная статистика, через три года распадается 80% браков. 80. О чем это говорит? Это говорит о том, что у мужчин и женщин тотальная психологическая безграмотность. Они не понимают и не знают, как нужно на самом деле строить отношения. То есть не знают, как водить машину, но не знают, как вести себя в отношениях. Если вам эта тема интересна, если вы хотите разобраться, как имеет, если вы женщина, вы хотите разобраться, как имеет смысл себя вести, если вы хотите, чтобы мужчина тащил вам дом мамонта, берил постоянно цветы, говорил комплименты, делал подарки, возил за рубеж, дарил там шубы, бриллианты, машины, собственно, сам ходил за продуктами в магазин, там, сам, собственно, по своей инициативе возился с детьми, помогал вам по хозяйству, как это можно организовать, я буду рассказывать про это на моем марафоне. Пожалуйста, регистрируйтесь по ссылочке под этим видео. Там будет на самом деле круто, буду очень рад вас видеть. Ну, и если вы хотите, да, если видео понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о том, когда на моем канале будут выходить видео, поставьте лайк, если вам это видео понравилось. Ну, и если вы хотите, что ваша жизнь была, на самом деле, счастливой, гармоничной, богатой, успешной, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал, потому что мой канал про то, как быть счастливым, богатым, то есть, как быть счастливым человеком, у которого легко исполняются цели, зарабатывать хорошие, большие деньги, находиться в классных отношениях, иметь великолепное состояние здоровья и по-настоящему кайфовать от своей жизни. Это все можно сделать, этому посвящены ролики на моем канале. Я планирую продолжать выкладывать ролики также дальше регулярно, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь. И, ну, если вас интересует тема, как вы можете создать себе женское счастье легко, регистрируйтесь на марафон под этим видео по ссылочке, ну, или до встречи в следующих видеороликах. Благодарю за внимание. С вами был Павел Колесов. Мой персональный сайт pavel-kolesov.ru И да пребудет с вами сила и любовь. Всего хорошего. До свидания. Я в вас верю. У вас все получится. Счастливо.